Я разделяю три направления нашего назначения. Первое, самое грубое, это на первенном уровне наше тело. Мы должны действовать в соответствии с нашим телом. Это я говорю то, что сейчас в духовном описании написано. Мы должны действовать в соответствии с нашим грубым телом. Волк должен быть волком, птичка должна быть птичкой. Никакой в случае не меняться. Также пол касается человека, тела попал в пол мужской, женский. У мужского тела обязанность, у женского, у грубого. Это грубый уровень, самый первый. Здесь очень много проблем. Если мы с этого самого грубого уровня, хотя бы с этого начнем. Но нам это поможет понять, исполнить. Наше вот именно состояние энергетическое. Душа, ум и рамы нашего уровня. Нам беспокоен, но душа и тела. Так вот, касательно вот этого грубого. Смотрите, как только мы начинаем исполнять свое назначение, когда назначение же не только с телом связано еще, психоэмоциональное состояние, особенности женского мужского организма, особенности женского мужского организма. Почему? Мы же на внешнем человеке, но внутри такие все разные. Вы говорите в четыре раза больше, чем мужчина. Вы многоканальные, мы одноканальные. У нас столько особенностей. И мы, если будем выполнять свое назначение в соответствии с, со своим особенностями тела и пола, это уже вошли плюс. Просто выполнять свое назначение в соответствии с этого. Мы начали с этого изучить правила, что должна делать женщина своим своим телом, психоэмоциональным состоянием, что же мужчина. Мы называем обязанности мужчины, обязанности мужчины. Сейчас перепуталось все. Это, оно дополняет? Это будет низкий уровень. Не, 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 я просто, вот, в минус 22 раз. Это база база, друзья, это база база. Это я вам рассказываю, когда мы говорим о построении правил на отношении семянных отношений. Это база база, потому что, если я, это грубый уровень, сами мысли, это корни. Если я не действую в соответствии с моим телом, то еще не в каких-то духовных делах, если я тело свое даже не использую в правильном отношении. Принеста можно идти? Да, конечно. Благодаря. Вот, это очень важный момент. Слушайте, давайте подведем итоги. Давайте, я вас не задерживал. Давайте подведем итоги. Следующий. Да, уже на следующий вопрос. В общем, если будет интересно, задайте, кто будет интересным, можем продолжить эту тему, да, уже на другой. Давайте подведем итоги. Что было интересно вам, скажите, поздайте мне фидбэк, что вам было интересно, что вам понравилось, что не понравилось, какие были сложности в том месте. Мне все понравилось. Продолжение следует. Я не понимаю, как контролируете. Я на грану. Я ненавижу всех. Я не хочу жить. Я настолько ненавижу Суворов, что не хочу жить. Ты сейчас спрашиваю, что вам понравилось. Ну, вот это я не могу. Я не могу вот так заправить. Как я это должна. Как чушьи, как чушьи шутки надеть ты не можешь. Что, скажите, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотели? Ну, я все, в принципе, подтвердила то, что я там думала, что это себе в голове. У меня все это подтвердилось. То есть, ну, я поняла, что у меня есть свое любимое дело. Я и... Что действительно, ну, и я хочу сказать, что подвела меня, можно, или вселенной, или, ну, у меня случаи, и я даже не могла подумать, что это мое. Ну, а потом уже постепенно, да, дошла до того, что я, когда ухожу с работы, я кайфую, я накрыт, ну, я еще бы там работала, я не знаю, я могу не есть, не спать, я... Да, это все чувства. Отлично. Чтобы много для себя узнали? Ну, чтобы разрушить себя побольше. Своё сердце. Ну, да, у нас блок там у всех. Да, да, да. И, ну... Хорошо. Спасибо. Спасибо вам большое. Что, Пав, что-то есть? Ну, вот последняя фраза, которая была про то, что обратить внимание на... Начать поиск предназначения, вот с этого никто никогда еще не начинал, потому что тоже очень много я этой информации переварила, ну, по поводу того, что мужчина и женщина разделение. Потому что действительно сразу стало понятно, в чем дело, почему куча народа вот так вот в этом всем. Просто, ну, я как бы к своему, к своей деятельности, я не считаю, что это конечный этап, но я знала, чего я хочу. И я не могла дойти 23 года, пока, ну, уже вселенная, наверное, не выдержала. И уже уткнула так, что я два года выдыхала и потом пришла. то есть нет ни случая в море. Еще мне добавил, я сказал так, что не сперта по телу, что тело, предназначение тела, согласно телу, второе, согласно комиссии, комиссии, я должен быть там, матью Терезы, или я должен 20 детей, или я должен научиться терпению, мне понравится сосед, который... Через астрологию вы можете смотреть, да, кармические? Через астрологию. Медитическую, через медитическую, медитическую, метанную карту. Есть еще такой финно-дизайн, дизайн тела, новая технология, дополняющая. То есть кармическая еще одна задача, то есть что я должен выполнить там, кем я должен быть. И третье, это самое высокое, это я должен вспомнить, кто я, откуда я, и кто мой отец, откуда я пришел, и для чего я здесь нахожусь. То есть развив любовь, всеобщая любовь, ко вселенской любовь, ко вселенной к Господу. Вот это три, куда основные еще наши предназначения, которые мы должны помнить. И с этим, как уже их исполнять, это те, которые можно прохладить. Ну я сейчас понимаю, что то, чем я занимаюсь, оно мне нравится. Мне этого хотелось давно. Я об этом узнала в 91-м году, но какое-то время занималась, но меня не принимала ни семья, ни социум, меня, короче, затекали, а я в то время получила дипломы. Распишла работать, я свою работу несколько раз меняла, именно я выбрала самое лучшее. И мне на самом деле нравилась моя работа, мне нравилась как сейчас у вас понимание происходит. С пониманием? Вы постоянно. А я перестала париться. Я просто вот сказала как-то сама себе, вот у меня изменилось. Я сама себе сказала, что как-то уже мало жизни осталось по сравнению с тем, что было. Хорошо, спасибо. Надо просто сказать. Что вы скажете? Для меня была просто инсайта, у меня очень много вопрос, что мне все нравится, она все время хочет побольше. Я немножко стала мысль, когда вы сказали, что нужно соответствовать своему уровню. то есть там Шудрак, Шатри, что возможно когда я иду там делать, грубо говоря, вырезать это дерево, и у меня это получается. Получается прекрасно. Но, наверное, просто нужно идти, ну, такой вот инсай, что нужно идти, немножко действительно идти и пробовать то, где будут сложности. И нужно учиться. Да, мы должны расти, что если я делаю то, что... Вроде идешь, ну, вот как делайте то, что у вас лучше себя получается. У меня все хорошо получается практически, потому что я не беру. Но, ну, видать, пришло понимание вот этого. И опять же поняла, что двигаюсь в правильном направлении. Очень понравился ректор. Спасибо вам большое. Ты такой вопрос, а кто по гороскопу? Подогрей. Я так и думаю. Я гороскопу тоже обогрели. Да, я не походил. И обогрели. Вот, а удачу водолеев как правило передавать знания? Спасибо. У вас так хорошо получается. Вы по гороскопу водолеев имеете? У меня, ну, много из того, что вы говорили уже известны, там, технология смарт и так, структурировалось внутреннее понимание и раз на том, что будет слушать душу в ресторанах. Основной какой-то будет. вопрос как это может быть? Ну, как бы, это тут немножко с моим опытом созвучно, немножко, ну, вообще с опытом. вот она говорит, я очень хотела быть врачом. Но то, что она стала, это правда. что вы стали врачом. Я не хотела, я хотела папу. А почему тогда, ну, как бы... Он сказал, что если бы я не ехала на тебя из дома, а, соответственно, я поверила, я тогда не понимала, что никогда родители... На самом деле не хотелось. Но у меня хорошо получается. А, тогда надо просто... Дело в том, что врач это не конечная версия, если хорошо, даже если не хотелось, но хотя бы мое мнение, мне просто интересно услышать ваше мнение, потому что, если не хотелось, но вы получили испытание, скажешь, что получается, это промежуточный этап к тому, чтобы вот что-то следующее... Но эти... Вам надо просто знания эти на это использовать для своего предназначения, для следующего. Вот что-то такое. Возможно. Вот. То есть, не надо перечеркивать это все и говорить, что же зря. Не зря. Вот эти знания просто дальше. Ну, мне такое вот, почему? Вы правильно говорите. Опять же, история после с принятием, что все, что нам дается, делается за какой-то причиной. Наше образование, здоровье, место рождения, родители, все дано по нашей карте. причина спец-предсвязи. Наши ставленные капитал, мы получаем тот, который максимально нам позволит заработать наши качества. Если не будет правильно, это будет. То есть, нам дали до 14 лет, мы отрабатываем, мы на карте родители, и потом начинаем зарабатывать свои, зарабатывать много, отрабатывать. То, что и с 14 лет мы вправе принимать свои решения. То есть, нам дается сюда возможность выбора. Когда мы пойдем, мы опять же будет строить свою новую карту, либо отрабатываем, либо зарабатываем много. И здесь винить можно и самое первое, это принятие, что если я имею средственную действенность в предыдущей и в этой жизни. И все, что я имею, то самое важное срочется в принять. Все, что есть, принять это как должное, которое дает мне возможность отрабатывать и стать лучше. Это тяжело, я понимаю, кроме того же спортсмена, который пришел, я говорю, я не вхожу в чем-то, меры по боксу. Так у тебя программа, что у тебя есть, она несет, вот такая, не хватает, сколько там добились, сколько приз, сколько жена, сколько пара, стоять, банька, тренет, это так много тяжело. И с остыком, очень много будет. Вот если ты поймешь, то через все, когда ты будешь умирать от усталости, но думать о том, что это ради блага, что ты станешь чемпионом, это будет давать и сил. Ты знаешь, чем тяжелее здесь, тем легче в бою. И то же самое наше отношение, если я понимаю, не тяжело, но я знаю, что это моя отработка, я должен это пройти. Тогда мне будет отработать, стану на шаг выше, поднимусь ступеньку выше с первого класса в институт. Пока я это не отработаю, мне будет возвращаться опять и опять эти ситуации, но в худшем варианте. Простой вариант, это замужество. Семья, самое тяжелое место для отработки, самое лучшее место для травматика, это семья. Семья. К монахам не к нам, к врачам. Здесь нужно ребенка воспитать, научиться терпеть, обязанности, здесь столько всего нужно, это кошмар, что мужчина, что женщина. А женщины, я считаю, что вообще намного сложнее. Почему? Потому что, как правило, знаете, мы тела меняем. И женское, мужское, в будущей жизни, как правило, мы можем посмотреть по детству, как папа, в день, мальчик или девочки, после его гороскопа смотрит. Мы как правило меняемся в тело. Если я в прошлой жизни был генералом, мужиком, мужское теле, мальчик или шагшатой, а тут меня разжаривали солдаты, говорят, слушайте, должен научиться дружище, смирению, сокрыть рот, зык и молчать. А каково это? Санскара-то помнит в предыдущей детстве, что я был генералом, а сейчас мне говорят стать солдатом. И здесь проходит на роль нашей гордыни, которая говорит, да ты что, ты тут такой, я буду слушаться, посмотри на себя, я тут понимаю, что это менеджер-приятие, а ты у меня простой дженер. Ты что ты там, у меня команда не находишь. А что получается? И когда вот эти, почему говорит сочетатель гордыни, а не стяжка, говорит, гордыни лихраны, один из восьми веков, как он утипичен. Очень постаре, что гордыня не дает нам возможности учиться. Во-первых, мы старались, чтобы учиться, садопатом темно-то. Если я стал в свою позицию, что я все знаю, я все умею, как женщину помчусь, почему гордыни считаются самым тяжким грехом, потому что я не готов учиться очень много. я уже все знаю, а если еще, тем более, в прошлой жизни я был генералом, сейчас в женском тене, почему не учиться тоже. Я смотрел на свет высокомерную и не могу принять эту роль. А, естественно, позиция женщины за мужем. За мужем. Есть король, есть королева. И королея, это, по сути дела, жить намного проще, легче, более благостно. Если она правильно то не примет эту позицию, потому что муж выполняет обязанности этого, счета. Он с этой всей трудностями, грязью общей справляется. Я по женщинам в своем теле, в своем теле, по своей природе, эмоциональной, не могу справляться с внешними стрессами, так легко к мужчинам. Потому что, на одноканале, вы его одноканале. Женщина эмоции, работу несет домой. Да? Проблема у нас не какие-то. Я не могу, я оставлю там, я прихожу домой, я расстроена, дети, муж все чувствуют мое расстройство. Жена стала с ней на ноги, все не на той ноге ходят. Мы это знаем, мы мужики, мы ничего не можем сделать, просто мы бессильны к вам. Вы, женщины, изначально имеете над нами превосходство, по эмоциям, по этим, тонкая энергия, у вас немного выше, сильнее, чем наша. Наша сердечная чакра закрыта, она в ремонтном состоянии находится, пока вы ее не открываете. Все женщины говорили, что мужчина невнимательный, незаботливый, сердечный, винительный, относительный. Да, это не для этого. Точно, Сначала, да, посмотрите, если не смотрят всю эту историю, как они выглядят жене с маном, потому что все укладывается там, эту первую любовь доверит мама, если там все было хорошо, супер, а у меня с ним не очень, на чем у меня очень сильный, но если у него так с маном было плохо, его одно и чем, а ты уже замужем, это твоя работа, тогда тебе такие тяжелые условия, чем тяжелые. Мы все учителя, ученики, и когда мы это принимаем, значит, мы тогда заборщик сочином. И когда я сказал, почему мы должны принять и отработать, считается, что брак, семья, отношения, тем более, когда дети есть, все люди пожелились, то есть суда создает условия, сначала подтягивает, когда вы понимаете, включаем неправильно, разумные, на эмоциях, меня есть чувственные наслаждения, приманочка такая, падает гормональное наслаждение, дети пошли, сидели все, все, и начинаем работать. Вот, будни и диначь, есть детишка, каждый день, когда один не займёт, трансферий, бум-бум-бум, и поехала по местности. Это уже ледейка кончилась, а вот такая штука. Понимаете? Спасибо.